Привет всем! Я как всегда рада, что вы заглянули ко мне в гости. Добро пожаловать! Сегодня будем наводить порядок, ухаживать за собой, разберем покупки и другое. Этот влог начинает с чистоты на кухне. Показываю вам наше освещение. Я только что протерла вот эти плафоны, всю пыль, как раз они у нас над столом. Далее я уже спускаюсь и протираю стол. Также я сегодня застилаю новую дорожку уже в предвкушении весны. Я вам ее как-то показывала в покупках, и вот только сейчас дошли до нее руки, чтобы ее постелить. Также меняю сегодня персоники, убираю те, которые были со звездочками, возвращаю вот эти круглые, светлые, с легким блеском. И смотрю, как лучше их расположить вместе с этой дорожкой, либо вот так поверх, либо под дорожку. Тоже, кстати, интересный вариант, и мне он нравится больше. Конечно, эти персоники находятся на столе в основном во время принятия пищи, ну а так я их стараюсь убирать. Иногда во время наведения порядка могу потянуть шею или поясницу. А во время работы за компьютером часто напрягается спина и, как следствие, начинает болеть. Для таких случаев у меня дома всегда есть упаковка геля Диклофенак Акус. Он как раз способствует уменьшению боли в таких ситуациях. А какой приятный аромат в составе масла лаванды. Гель Диклофенак Акус – это местное обезболивающее средство при болях в спине, суставах и мышцах с максимальной концентрацией действующего вещества 5% для более выраженного снижения боли. Гель удобен в применении, хорошо впитывается и не пачкает кожу, преимущественно концентрируясь в очаге воспаления. Диклофенак Акус может использоваться не только у взрослых, но и у детей старше 12 лет. У него доступная цена и это качественная отечественная альтернатива зарубежному аналогу. Отпускается без рецепта. Тем не менее, у препарата имеются противопоказания, поэтому необходима консультация специалиста. Подробнее ознакомиться с препаратом можно по ссылке в описании. Ну а сейчас самая приятная часть утренних рутин – это уход за собой. Даже когда я ездила на работу к 8 утра, я вставала в 6 и уделяла себе 10 максимум, конечно, 15 минут, потому что я обожаю еще с подросткового, наверное, возраста возиться в ванны, что-то там прихорашиваться, что-то себе делать, масочки какие-то. Такая любовь у меня проснулась с появлением гламурных журналов, когда они стали доступны. Журнал «Лиза», «Космополитен» и так далее. Я смотрела все эти картинки, вдохновлялась, и мне хотелось так же. Поэтому все, что я могла, какие у меня были возможности, я их использовала и всегда себе уделяла внимание. И уже потом, когда появились детки, когда они были маленькие, тогда было сложно уделять себе внимание, и каждый день у меня не получалось. Но когда это время я выкраивала, все, весь мир подождет, я прям расслаблялась и получала полный кайф. Ну а я возвращаюсь к своим уходовым процедурам, и сегодня расскажу вам подробнее про тот самый аппарат, о котором вы иногда спрашиваете. У меня он уже полтора года, я ему очень довольна, и на протяжении всего этого времени пользуюсь. Это ультразвуковой аппарат «Ready Skin Neoskin» для комплексного ухода за кожей лица. Кстати, помимо лица, аппарат можно использовать в зоне шеи и декольте. Он многофункциональный, 6 в 1, и включает в себя очищение, питание, увлажнение, лифтинг, LED-терапию, тонизирующий и успокаивающий вибромассаж. Такой аппарат станет отличной альтернативой процедурам у косметологов. Подходит для всех типов кожи. Сам аппарат изящный, легкий, удобно лежит в руке. Устройство работает от встроенного аккумулятора. Я его в основном храню в ящике туалетного столика, но иногда он у меня находится и в ванной комнате. Пользоваться им очень просто. Всего две кнопки. Верхний включаем и кнопкой ниже выбираем нужный режим. А кнопкой включения устанавливаем уровень мощности, оптимальный для вашего кожи лица. Их всего три. Лучше всего начинать с первого. Далее, как вам будет удобно. Надо, чтобы кожа привыкла и вы уже сами будете подстраиваться, как вам комфортно. Я лично чередую первый и второй уровень. А вот этим почти не пользуюсь. Но тут все индивидуально. Хочу озвучить важные моменты. Этот аппарат нужно использовать только на очищенную кожу и с помощью средства. А это уже зависит от выбранной процедуры. Подробно об этом есть в инструкции. Вы можете использовать ту косметику, которая есть у вас. А можно приобрести специальный токопроводящий гель для аппаратных процедур от бренда Ready Skin. С ним процедуры делать комфортнее и эффективность повышается в разы. Я чередую то свои средства использую, то вот этот специальный гель. Состав же геля богат на уходовые компоненты, которые заботятся о коже во время процедуры. Он экономно расходуется. Достаточно немного продукта и лучше всего наносить по зонам. Иначе, если нанести на все лицо сразу, то он может успеть подсохнуть. Отдельно отмечу процедуру очищения. В комплекте с аппаратом есть кольцо для фиксации ватного диска. Устанавливаете ватный диск, закрепляете кольцом и начинаете процедуру. Вся грязь собирается на ватный спонжик. Я не знаю, насколько передает моя камера. В принципе, у меня лицо не запущенное, но все равно видно, что он не идеально белый. Великолепно собирает все, что у вас там не нужно на лице. Я чередую разные режимы, но все-таки у меня есть любимчики. Это питание и массаж. Чаще всего я наношу крем на лицо при помощи этого аппарата. Так уходовые средства глубже проникают в кожу, лучше впитываются, соответственно расходуются меньше. А работают в разы эффективнее. Что касается массажа, здесь целых два режима. Чаще утром или в первой половине дня я включаю тонизирующий вибромассаж, а вот вечером успокаивающий. Остальные режимы использую по ситуации. Сам гаджет сертифицирован и безопасен и имеет гарантию от производителя 1 год. Я в описании оставлю ссылку, где его можно приобрести. Также оставлю ссылку на специальный гель. Но также напомню, что можно использовать и свои уходовые средства. Об этом подробно еще раз и в инструкции. Вот если купите этот гаджет, обязательно прочитайте инструкцию. Там в том числе подсказка по массажным линиям, как правильно пользоваться прибором. В общем, там все подробно есть. Ну а я вам желаю быть всегда красивой и ухоженной. Ну а сейчас мотивация на уборку в кухне, на наведение порядка. Сегодня я чищу холодильник. Уже все выложила из него. Показываю вам фронт работы. Конечно, у меня ничего страшного здесь нет, но уже ссор, подтеки все-таки имеются. Обрабатывать я холодильник буду гелем для мытья посуды. У меня это Вандерлап. Не так давно показывала вам. Средство экологичное, легкое, им даже фрукты с овощами обрабатывают. Мне нравится, что она и грязь убирает, и легко смывается. Тем более, что мне здесь какое-то серьезное средство не требуется. Я слежу за порядком холодильника, и это позволяет мне не часто прибегать к его чистке, и тем более не агрессивными средствами. Что я делаю? Во-первых, все продукты у меня хранятся в каких-то емкостях. Если что-то проливается, то убираю сразу, а не оставляю засыхать. А еще, чтобы всегда содержать холодильник в чистоте, я обрабатываю продукты, которые приношу из торгового центра. Потому что они, как правило, грязные, пыльные, могут падать на пол и на прилавках пыляться. А так я обработала и чистыми их ставлю в холодильник, поэтому здесь у меня нет серьезных загрязнений. Тем не менее, когда пользуешься холодильником, все равно дверь открываешь, залетает и пыль, и какой-то ссор, и все равно что-то как-то там, капельки появляются. Поэтому вот периодически очень легкая и быстрая уборка, и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, такую уборку я чаще всего провожу в момент, когда у меня уже заканчиваются продукты, надо ехать на закупку, в холодильнике не так много всего. Быстро опустошила холодильник, протерла, вернула все обратно, и, пожалуйста, полный порядок. Я пыталась тут сначала дверцы прямо на холодильнике обработать, потом поняла, что это как-то долго, быстро сняла вот эти полочки, промыла их, вытерла полотенцем, и все готово. Также простым полотенцем, оно у меня уже слегка влажное, я протираю банки, емкости, которые находятся в холодильнике, ну, потому что бывает и руками там возьмешь где-то жирными, что-то какие-то пятнышки остаются, но вот такую обработку делаю не часто, каждый день или там раз в неделю я всем этим не занимаюсь. Поэтому и время много не трачу, и всегда у меня порядок чистый. А я уже со своей задачей справилась, и сейчас быстренько пробегусь по наполнению холодильника. На самом верху располагаются яйца в емкости, там кое-какие остатки еды, здесь очень удобная бутылочница, но она пока пустая, надо ехать покупать. Кетчуп, масленка, тоже сыр нарезала, укутала. Спускаемся ниже, здесь у меня молочка и какие-то продукты в емкостях, также у меня здесь органайзер для хранения всякой мелочи, в основном это сыр и масло. На самой нижней полке чаще всего у меня какие-то кастрюли с едой. Вот сегодня буду готовить, и к вечеру заставлю майонез, здесь резанные помидоры, тоже какие-то остатки еды в емкости. В выдвижных ящиках у меня хранится долгоиграющее молоко, какие-то сладости в упаковках, колбасные изделия, сыр. И в самом большом контейнере для овощей и фруктов хранятся те самые овощи и фрукты. У меня также тут есть небольшая емкость для какой-то тоже мелочи, например, там что-то осталось в штучном варианте, там морковь, огурцы, томаты, а уже рядом все остальные овощи и фрукты. Ну, сейчас здесь пусто. На дверце холодильника внизу у меня стоят в основном соусы высоких, в высокой таре. На следующей полке различные добавки соусы уже в маленькой таре. Тут у меня раньше лежали конфеты россыпью, я решила их определить вот в такую плошку. Так удобней, аккуратней. И наверху тоже какие-то конфеты. А на самом верху в закрытой полке аптечка, которую надо хранить в холоде. Ну, а теперь покажу вам морозилку. Здесь у меня тот самый порядок, который я наводила месяц назад или два месяца, уже не помню, тоже вам показывала. В общем-то, тут все осталось без изменений. Все в упаковках, в емкостях. Кстати, у меня здесь еще целая плошка замороженной икры надо достать будет. Во втором ящике в основном у меня овощи, ягоды и просто замороженные и уже перетертые ягоды. Кстати, клубничку сейчас достану, надо разморозить. А внизу это в основном мясные продукты, плюс вот здесь пельмешки. Сейчас стараюсь мясо, птицу, рыбу порционно замораживать в емкостях. Мне так удобней, экономится место. Ну, а теперь уже показываю вам холодильник спустя 3 или даже 4 часа. То есть я порядок наводила где-то после обеда, а сейчас уже поздний вечер. Я как раз наготовила еды, поставила на ту самую нижнюю полку кастрюлю с супом, плов. Разморозила клубнику, переложила в стеклянную банку. Ну, а в остальном тут больше ничего не изменилось. Надо ехать и покупать продукты. Рубрика «Закупка продуктов». Ну что, поехали! Кофе Далмайр. Уже много раз вам его показывала. Берем вот Эфиопия в желтых пачках, берем всегда в зернах и 100% арабика. Обожаю этот кофе. На сегодня это мой любимчик, хотя я всегда открыта к экспериментам. Что-то новенькое люблю попробовать, я тоже этим делюсь. Ну, вот на сегодня пока самый лучший, именно на мой вкус, да и вот мужу моему нравится, это Эфиопия Далмайр. Очень нравится, 4 пачки. У нас такой кофе стоит 650 рублей на рынке. Здесь 500 грамм. Так, далее сыры, колбасы. Впереди разные праздники. Что-то уже купили с расчетом на праздник, что-то вот на ежедневной основе. С каморца в таких упаковочках. Пузатики, я их называю. Очень вкусный сыр. Это колбаска рубленая. Далее сыры бри вот такой. Нравятся белые вот эти вот по типу камамбер, бри, там что-то с голубой плесенью. Кстати, с голубой плесенью не скажу, что прям я обожаю, но иногда вот хочется. Поэтому кусочек такой купили. Ну, маленький сырок с голубой плесенью. Я больше предпочитаю вот такой, просто с белой плесенью, без всяких дополнительных ингредиентов. Это король Артур. Большой сыр у нас, потому что мальчики его очень любят. И нам вот такого кусочка хватает на полторы недели. При условии, если есть еще что-то. Вот поэтому и взяли еще что-то. Козий сыр. В этот раз голландский выбрали. Потому что ни нашего, ни иранского не было. Мне больше всего нравится козий именно иранский сыр. Он прям, по-моему, самый вкусный. Но наш тоже классный, но вот не было. Так, дальше что тут? Вот такие печенюшки маленькие. Не знаю, первый раз увидела. Думаю, дай попробуем. Должны быть вот такие крошки. Ну, вот на ощупь вроде действительно крошки. И вот такая пачка печенюшек. Поченюшек. Тут, девочки, Казахстан, привет. Мука Цесна. Именно первый сорт беру. Очень нравится. Взяла три пачки, три килограмма. У меня еще есть немного, но уже на запас себе. А далее хочу сказать огромное спасибо за рекомендацию. Вот, видите, купила по вашей наводке чай пиала. Это когда я показываю чай сам. Вот мне посоветовали девочки попробовать пиала. Пока ничего не могу сказать. Только-только купили. Такая большая пачка. Так, тут у нас гвоздика и бадьян. Мы в основном его добавляем в чай. Еще я гвоздику иногда добавляю в компот. В принципе, и бадьян иногда кидаю в компот. Но чаще всего мы используем это при заварке чая. Так, у нас тут как раз чайная тема. Еще мы вот такой чай купили. Не стала распаковывать. Вспомнила, что у меня как раз немного осталось. Поэтому докупили. Решила вам показать, как это выглядит. Здесь и цукаты разные, и апельсины. Чего только нет. Аромат бесподобный. Плюс и чай с таким же ароматом получается. И он очень вкусный. Ну, вот эта вот добавка. То есть мы ее всегда к чаю добавляем. Вот, например, тоже будем заваривать пиалу. И совмещать с вот этими вкусняшками. Так, убираем в сторону. Дальше здесь еще вот таких троллей взяли. Мармеладки. Пачка. Такая пачка стоит 600 рублей. Очень люблю вот эти вот желатиновые конфетки. Они не приторно сладкие. Мне нравятся. Здесь уже шоколадные конфеты. Это по большей части для мальчиков. Но вот эта вот пачка исключительно мальчикам. Они любят вот этот Бэби Фокс. Берем пачками, потому что, во-первых, надолго хватает. И так выгоднее. Я, естественно, сейчас конфеты прячу. То есть они нет. Их нет в доступе у детей. Я им вот так вот выдаю небольшими порциями. Иначе, если это положить все в доступе, они это съедят за 2-3 дня. Это и вредно. А так я распределяю. И они всегда лакомятся, но при этом не переедают. А большими пачками, конечно, и выгоднее, и удобнее брать. Вот эти в первый раз решили попробовать. Там посоветовал продавец. Говорит, очень вкусные. Возьмите, вам понравятся. Так что по этим я ничего не могу сказать. А вот эти фурор мы и с Мишей тоже любим. Это для всей семьи. То есть вот эти мы с Мишей не едим, а эти едим. Потому что они похожи на сникерсы. Но при этом стоят раза в два дешевле. Если вы тоже любите конфеты сникерсы или ваши дети, присмотритесь к фурор. Название можно на зоне посмотреть, на Валбересе. Потому что они дешевле сникерса. А по вкусу вот не хуже. Очень классные конфетки. Так, дальше идем. Здесь у нас уже какие-то полезные сладости. Финики. Курага. Курага именно такая вот темная-темная. Она сладкая-сладкая. Потом кокос. Вот такими кусочками захотелось попробовать. Я, конечно, вижу, что там сахарок присыпан. Ну, думаю, ладно, возьму, попробую. Манго. Тоже очень любим. И дети у нас едят манго. Далее 4 пачки вяленые бананы. На рынке они оказались дешевле. Помните, я вам показывала и озвучивала, что как-то давно их не было в нашем рационе. Я вот тут их увидела в торговом центре. В торговом центре пачка стоит 80 рублей. Я купила, и они очень хорошо у нас с семьей съелись, всей семьей. И увидели на рынке цена 50 рублей. На 30 рублей дешевле. Вот, купили тоже 4 пачки. Так, тут орехи по орешкам. Это у нас бразильский орех. Хочу напомнить про бразильский орех. Его, с ним будьте очень аккуратны. Его максимум в день взрослому человеку можно 2 штучки. И можете погуглить эту информацию. Им можно отравиться, если есть очень много. Вообще, конечно, все орехи имеют норму. Но вот этот особенно. Поэтому хочу вас предостеречь. Бразильский орех. Орех макадами. Их очень надо прям мало есть. Так, фундук, миндаль, кэшью, грецкий. А тут у нас яйца. Три десятки. Цветное яйцо. Отборная категория. Кстати, хочу у вас спросить. Кто-нибудь подмечал такое? Я уже сколько раз подмечала. Когда я беру белое яйцо и варю на салат, например, у меня, в общем, белое яйцо хуже чистится, чем цветное. Цветное яйцо чистится просто на ура. Вот просто на ура. Поэтому я стараюсь только цветное брать. Мне даже кажется, по вкусу как будто немножко отличается. Но вот в плане чистки всегда, как бы я там одинаково отвариваю, потом холодной водой замачиваю. Но вот белое яйцо у меня капец как плохо чистится. Я его не люблю просто чистить. А цветное великолепно. Может быть, это совпадение. Но просто таких совпадений у меня было много раз. Не два, не три, а очень много раз. Поэтому я стараюсь цветное покупать яйцо. Вот интересно было у вас спросить, кто-нибудь такое подмечал. Может, кто-то вообще в курсе вот этого всего. Какое яйцо, как чистится. Так что поделитесь. Так, здесь у нас что? Голубика. Кстати, такую крупную нашли. Плошечку. Груша. Яблоки. Кстати, обратите внимание, сейчас у меня в моих вот этих мешочках, то есть я с собой брала эти мешочки, вообще стараюсь, конечно, использовать свои мешочки, чтобы меньше пакетов. Но, вот честно, не всегда это удобно, не всегда получается. Потому что бывает, ты едешь по каким-то делам, а потом раз, спонтанно решаем заехать в магазин, и при себе нет ничего. Поэтому, естественно, упаковывают в пакеты, там больше ничего другого нет, альтернативы нет. А когда вот плановая поездка, конечно, я с собой набираю сумки, вот эти вот мешочки, но, увы, не всегда еще раз получается. Так что стараемся поменьше как-то пакетов использовать, но они есть в нашей жизни, вот честно говорю, как есть. Лук крепчатый. А вот этот лимончик, такой яркий, мы не покупали, нас угостили, нас угостил продавец, как такой, знаете, комплимент. Потому что мы очень часто у нее покупаем, мы вот покупали как раз голубику, грушу. Она нас уже знает, и она такая, угощайтесь, вот вам лимончик один, знаете. Вот приятно, знаете, мелочи такие, приятно. Мясо, мясо, у меня птица здесь только. Что здесь, бедро, по-моему, на хребте, без кожицы. Штучек 10 я взяла, курица, все. И большой кусок, большой кусок, это филе судака. Хочу в сливочном соусе запечь. Мне этот рецепт давала моя свекровь, она шикарно делает рыбу в соусе. Я говорю, так, надо и мне такое сделать. Наконец-то я купила белую рыбку. У нас просто, мы не настолько любители рыбы, именно вот белой. Дети вообще ее не едят. Вот просто я пока не могу никак придумать. Как-то вот делала котлеты, более-менее, и то, знаете, они быстро раскрыли секрет. И особо не едят. Мы с Мишей едим, но мы не такие фанаты рыбы, особенно вот белой. Поэтому она не так часто в нашем рационе. Но тут вот захотелось ее приготовить по рецепту свекрови. Так что будем скоро с вами делать очень вкусную рыбку. Может быть, вы наверняка тоже так уже делаете. А вот, что хотела у вас спросить про яйца. Моете ли вы их перед тем, как на хранение отправить в холодильник. Может, у кого-то не в холодильнике хранятся яйца. У меня, я уже не раз показывала, два лоточка. Вот такой есть плоский. И побольше он побольше, но поуже. Поменьше в объеме, но повыше. Короче, там в два этажа можно яйца положить. А здесь одноэтажный такой органайзер. И я всегда яйца складываю сюда грязными. А мою я их непосредственно перед готовкой. То есть я достаю, сколько мне надо яиц. Помыла, выкладываю там на тарелочку и уже готовлю. Но вот сразу все яйца я не перемываю. Зато, когда у меня заканчиваются яйца в органайзере, в этом или во втором, я сразу органайзер отправляю, ну, то есть вот эту емкость отправляю в посудомойку. Мыться. Прекрасно переносит вот этот пластик. Ничего с ним не случается. И обрабатываю таким образом. Но знаю, что некоторые моют яйца сразу. С одной стороны, это, конечно, так удобно, когда у тебя уже все яйца вымыты. Ты можешь в любой момент взять, сколько тебе надо. Почему у меня встал такой вопрос? Потому что мальчишки уже в таком возрасте, когда они вполне могут себе приготовить яичницу, нам. И они хотят это делать. Но я понимаю, что надо их научить. Там сначала достал яйца, помой. А мальчики иногда их просто начинают сжимать. В общем, они лопаются. То есть у них такой, знаете, расход яиц идет очень серьезный. Поэтому я уже такая думаю, может их заранее мыть, чтобы они могли сразу брать уже готовые чистые яйца и готовить. А не касаясь раковины. Ой, но яиц у нас так много. Не знаю, насколько они долго пролежат чистыми в холодильнике. Не будет ли портиться. Так что у кого есть достоверная информация, проверенная. Пожалуйста, напишите, сколько яйца мытые могут храниться. Потому что, в принципе, у нас яйца хорошо идут. Я не скажу, что они у нас там месяц лежат. Хотя не знаю, слушайте. Может и лежат месяц. Ну какие-то. Не все, конечно. Но что-то может и остается. Что-то ни разу не засекало, как мы часто используем. То есть как надолго хватает этих яиц. Так что жду ваших советов. Или как это? В общем, жду вашего опыта. Вот так. Про яйца. И какое яйцо там чистится хорошо, не чистится. И про хранение. Пишите. Курицу я разложила по 4 штучки. Я их 8 штук, как называется, взяла. В общем, в 2 емкости. Одна из них вот Ротха не так давно показывала. Вам сейчас подпишу. Это прозрачная у меня. Прям хорошо влезли. То, что надо. А в такую же емкость у меня вошла вся рыбка. Я ее уже порционно нарезала. Все, она уже почти готова. Остается дело за малым. Но именно в таком виде я ее отправлю в морозку. Потому что в ближайшие дни не собираюсь делать. Ну пусть в морозке лежит. Буквально недавно я вам уже показывала хранение лука, чеснока в кухне. Именно в этой корзине. Сегодня я также покажу, как обрабатываю, храню картофель. Сейчас у меня картофель выложен на бумажное полотенце на полу в прихожей. Дело в том, что мы его купили на улице. И перепад температуры. И, конечно, на картофеле появилась влага. Если я его сразу уберу в корзину, то он может загнить. Появится запах. А так я выкладываю на полотенце его просушиться. Тем более, что у нас полы с подогревом. Картофель очень быстро просыхает. И я его уже перекладываю в свою корзину. Корзина не очень большая. Но сюда вмещается где-то 5 килограмм картофеля. Мне этого хватает. В принципе, как только он у нас заканчивается, покупаем новый. И сама корзина находится в таком удачном месте именно для хранения картофеля. Здесь и самое прохладное место, потому что в этом участке пола у нас нет подогрева. И такое теневое место. И плюс еще, конечно, у корзины есть крышка. И мне удобно хранить картофель и подходящие условия для него. Потому что на кухне у нас тепло, и там картофель быстро прорастает. А вот здесь в прихожей то, что надо. Ну а сейчас я буду заниматься перекладыванием некоторых продуктов. Яйца надо разложить по контейнерам. Кстати, я когда показывала вам холодильник, не озвучила, что вот здесь под бутылочницей как раз удобное место для вот этого плоского контейнера, в котором находятся у меня яйца. Ну а далее я буду перекладывать некоторые сыпучие. И уже на этих кадрах буду с вами прощаться. Очень рада была, что вы заглянули ко мне в гости, уделили внимание. И как всегда я жду от вас пальчик вверх, лайк этому видео, потому что это ваша поддержка моего канала, моего ролика. И мне это очень важно и ценно, и безумно приятно. Так что заранее спасибо всем. Ну и конечно, хочу вам пожелать крепкого здоровья, весеннего настроения, несмотря на холодную погоду. И пусть у вас все получится. Жду вас к себе снова в гости. Всем пока.